Я думаю, многие сталкивались с этим ужасно пижащей тропинью, когда мерцает холодный свет с каждым разом все чаще и чаще, вселяя в вашем мозге панику и ужас перед темнотой. Отчего вы напряглись? Жизнь каэф. Муэ. Всем привет! Сегодня будем лечить вот такой вот светодиодный светильник. Вернее, это квадратная LED панель мощностью 18 ватт. С холодным? Не, точнее с хирургическим свечением, как в операционной. С дефектом вы уже ознакомились, не правда ли? Не знаю, почему такие панели установили, но не суть. К этому светильнику прилагается отдельный выносной драйверок. У него заявленная характеристика. Ток в 460 мА, напряжение от 30 до 36 Вольт. Прошло 5 лет с момента первого знакомства с этим светильником. И пришло время X, когда комплектик забарахлило. Эта панель интегрирована в каталог в туалетной комнате. Такой же светильник у меня расположен в ванной комнате. И я его подручными материалами уже лечил, но об этом чуть позже расскажу. И научу, как восстановить такой светильник из подручных свес. А что, на безрыбе? И ракуле бы? После вскрытия делаем визуальный осмотр платы драйвера, на следы потемнения текстолита и механические повреждения электрических элементов. Так как лампа не окончательно сдохла, то предохранитель и основные полупроводниковые элементы все должны быть исправны. Невооруженным глазом видим, в плачевном состоянии высоковольтный электролит. Прямо с него шкурка слезла, так сказать разделся. Очень странно, что не спучился. Явно он перегревался. И колба алюминиевая, которая выступает корпусом конденсаторным, сильно нагревалась. Оттого и получился такой эффект. Выходной электролит на 63 вольта визуально в хорошем состоянии. Кондер питания шим-контроллера мелкокалиберный, а следовательно его проверить можно только предварительно выпоев и прозвонив ESR-тестерам. А вот с противоположной стороны платы отчетливо видны следы потемнения текстолита в районе шим-контроллера. Плоховасто приходилось шим-контроллеру, явно его колбасило и нехило последнее время. Вовремя сдох электролит высоковольтный, а то бы сдохла шимка и могла много чего за собой потянуть из элементов обвязки. Огрелась она из-за нестабильного питания. Вероятнее всего конденсатор сглаживающий попросту усох и требует замены. С этим нам придется разобраться. Беремся за работу. Дефективные области локализованы. Выпаиваем электролиты горячей части схемы питания. Самодельный Т-12 разогрелся. Температура откалибрована в районе 310 градусов на кончике жала. Выпаиваем конденсатор-стриптизер. Одна нога у конденсатора отгнила и осталась в печатной плате. Подтеки электролита остались как на печатке, так и на днище электролита. Ну что сказать, состояние литика точно полное дно. Ниже некуда. Смело отправляем клиента в мусорное ведро. Выпаиваем брата-близнеца, который стоит в параллель с стриптизеру. Он такого же номинала. А его мы проверим на ESR-тестере. Подключаем крабики-удлинители, так как у конденсатора очень короткие ножки. И в штатную колодку они не встанут. ESR-ушка на нем чуть завышен. Я его лучше заменю. Демонтируем литик питания шим-контроллера. И отправляем на измерение его остаточного ресурса. Как видим, конденсатор усох. Он выработал свой ресурс. И начал делать гадости для шим-контроллера. Смело его отправляем в помойку. Достаем из чулана запас электролитов. Да, я заранее закупился ими. Ибо знал, что придет время ковыряться с лампами лет. И предвидел, что потребуются разнокалиберные, а особенно высоковольтные литики. Перед монтажом новых элементов обязательно прозваниваем оных. Бывало и в новых партиях литиков присылали неликвид. Высоковольтовые электролиты имеют сопротивление около 3-4 Ом. Смело будем их запаивать. А низковольтный электролит имеет сопротивление порядка 2 Ом. Против старого 38 Ом. После стриптизера надо убрать следы подтеков электролита. Берем спирт и щетку. И все это дело стараемся по максимуму чисто вымыть. Иначе электролит сделает свое грязное дело. И опять отгрызет лапу только уже новому литику. Переходим к монтажу. Припой используем желтую каину. Здесь есть самое место. Обязательно устанавливаем электролиты в правильном положении. Иначе будет хороший бабах. Такое тоже бывало несколько раз. Спешка она до хорошего не доводит. Первый запуск после паяльных работ я предпочитаю делать через страховочную лампу мощностью 60 ватт. В случае КЗ в горячей части схемы лампа ярко засветится. В случае штатной работы схемы лампа еле-еле будет тлеть. У нас все в порядке. Теперь лампу можно удалить и работать без нее. Формально ремонт можно объявить успешным и на этом закончить. Так сказать, фенита а-ля комедия. Теперь подключаем без лампы. И видим потребление 19 ватт мощности. Ток порядка 400 мА. Все в норме. Лампа готова к эксплуатации. Помимо этого считаю не лишним затронуть тему ограничения тока на светодиоды. Посмотрим кто здесь отвечает за ток. Итак, перед нами плата. Все просто. Сидевое напряжение через дроссели поступает на диодный мост, состоящий из 1А диодов 1М4007. Далее выпрямленное напряжение приходит на высоковольтные конденсаторы 400 вольт 6,8 микрофарад в сумме около 18-19 Уф. С этого буфера энергия поступает на силовой ключ, который встроен в шим-контроллер DM0265R. И через трансформатор перекачивается на выпрямительный диод. Странно. Тут стоит быстродействующий диод HER208 на 2 А. А не диод шотки с низким падением напряжения. Соответственно, КПД от этой схемотехники падает. И попадает на фильтрующий выходной конденсатор 63 вольта 100 микрофарад. Далее напряжение падает на панель. Обратная связь организована на рассыпухе и микросхеме TL431, как во всех нормальных блоках питания. Там же и стоят псевдограничительные резисторы. Изучив плату, я обнаружил на выходе два запараллельных резистора. Один резистор номиналом 1,5 Ома, по цветовой маркировке я его расшифровал. Второй резистор на 10 Ом. Общее сопротивление составляет 1,3 Ома. Предлагаю увеличить сопротивление до 1,4 Ома, заменив резистор 10 Ом на 20 Ом. И оценим ток данной переделки. Как видим, ток упал до 370 мА. Замечательно, так и оставим. В идеале впаивать надо 100 Ом на переменный резистор и подстраивать ток, а уж потом впаивать постоянный резистор. Я же все сделал наоборот. Для подключения проводов с малыми токовыми нагрузками, я стал использовать вот такие быстросъемные зажимы. Удобно пользоваться также ими при ремонте. Очень рекомендую их. Одно условие, и явно нагружать током их не следует, а то пожара не избежать. Подведем итоги. Для своевременного восстановления драйвера нам потребовались 3 электролита и оторвать ленивую опу от стула. Результатом я остался доволен как слон. Освещение восстановлено. Яркость визуально не была потеряна по силе свечения. Меня полностью все устроило. Теперь Фредди к нам в гости не придет. Наверное не придет. А теперь маленький лайфхак. Как в свое время я восстанавливал такой же драйвер из подручных материалов. На тот момент у меня не было многих компонентов. Но темнота в ванной комнате очень напрягала. И срочно надо было решить этот вопрос. Как видно, конденсаторы выведены за пределы корпуса на проводах. Так как внутрь корпуса они не могли поместить, пришлось воспользоваться таким методом. Внутри корпуса вместо выгоревшего предохранителя поставил тот, который был под рукой. Это обычный стеклянный предохранитель. В простонародье стекляшка. Выносные конденсаторы спаяны параллельно. Цена там целых 4 штуки. Такие конденсаторы были выдернуты из обычных зарядников, блоков питания, для телефонов. Смотрите, в каждой зарядке по 2 штуки. Их установлено. Вот их-то я и запилил. В этом светильнике сгорел предохранитель и пару резисторов. Лампа умирала несколько дней. В итоге, плачевный результат. Так что, имея желание, фантазию и кучу хлама, то это минимум, который нужен на положительный результат в данном ремонте. Всем спасибо за просмотр. Мы обязательно еще осветим тему LED-ламп. Но только тех, которые вкручиваются в цоколя E27 и E14. Произведем их минимальную доработку. И проведем замеры пульсации. На этом все. Обязательно подписывайтесь. Не стесняйтесь. Нас ждут много новых ремонтов, обзоров, самоделов. Всем здоровья и пока.